Друзья, коллеги, приветствую вас! Я для вас подготовила небольшое видео в дополнение к первому уроку. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке, и мне бы хотелось с вами пройти основные понятия, да, то есть то, как я говорю на профессиональном сленге, и чтобы вы меня понимали. Итак, давайте с вами будем разбираться. Первое, то, с чем мы с вами будем работать, это торги GoF.ru, либо платформа GIST-торги. То есть я буду говорить, либо GIST-торги, либо торги GoF.ru. Это один и тот же сайт. То есть это платформа, это официальный источник информации, на которой размещается вся информация о торгах. То есть на сайте торги GoF.ru не проводятся торги, а всего лишь размещается вся информация. Поэтому GIST-торги, торги GoF.ru, запоминайте, что это официальный источник информации о проведении торгов. Далее, категория имущества. Что такое категория имущества? Категория имущества – это то, какое имущество можно купить. Это автомобили, это недвижимость и это земельные участки. Давайте прямо на примере на сайте торги GoF.ru мы с вами будем смотреть. Переходим в торги GoF.ru, выбираем новую версию. И далее будем переходить, выбирать категорию. Ждем, пока подгрузится. Кликаем по торги. И что мы здесь видим? Вот категория имущества. Категория имущества – это именно транспорт, недвижимость, земельные участки, акции, доли и так далее. То есть это именно категория. Это не вид торгов, у него есть отличия. Поэтому, когда мы слышим категорию имущества, то сразу понимайте, что это такое. Потому что это будет очень важно. Следующее. Какой термин мы с вами разберем? Это вид торгов. Что такое вид торгов? Вид торгов, вы должны понимать, что это категории. Они могут реализовываться на основании разных торгов. То есть тот же самый автомобиль мы можем взять в аренду и можем его приобрести. А можем взять конфискованное имущество. То есть это будет три абсолютно разных закона. То есть если мы берем автомобиль в аренду, это будет у нас 67 приказ ФАС. Если мы будем покупать его, то есть приватизация, то это будет 177 федеральный закон. И если мы будем брать его в обращенное имущество, то это приказ 1041, приказ правительства Российской Федерации. То есть это абсолютно три разных закона. Поэтому вид торгов, да, то есть это на основании какого закона реализуется. И давайте также на примере я сейчас перейду вам и покажу. Кликаем торги. И здесь показываются категории имущества, да, то есть которые есть. И вот виды торгов, да, то есть мы видим, это аренда и продажа земельных участков. Виды торгов. Аренда и продажа земельных участков. Аренда безвозмездного пользования. Продажи. И реализация имущества, обращенного в собственность. То есть это то, с чем мы работаем вот эти первых четыре категории. То есть это четыре первых вида торгов, с которыми мы будем работать. Поэтому вид торгов, это на основании какого имущества у нас реализуется. Причем я сделаю даже вам тест, и вы его будете проходить. Следующая. Форма проведения торгов. Форма проведения торгов, то есть это каким способом реализуется. У нас есть несколько способов, когда реализуются торги. Это обычный аукцион, это голландский аукцион, это специализированный аукцион, это публичное предложение, это публичные торги, это торги без объявления цены. То есть у нас есть несколько способов реализации. И вот именно форма проведения, то есть каким образом будет проходить. В каждом виде торгов. То есть на основании какого закона реализуются разные проведения форм торгов. То есть будьте к этому готовы. И давайте также на примере я вам пойду и покажу. То есть в данном случае нам придется выбрать здесь уже абсолютно любую категорию. И вот здесь мы видим форму проведения торгов. Вот. Электронный аукцион, прямая продажа, публичное предложение, электронный конкурс и так далее. То есть, как вы видите, здесь очень много способов реализации. Итак, идем с вами далее. Далее тот термин, который нам понадобится, с которым мы будем работать, это организатор торгов. Кто является организатором торгов? Организатор торгов это либо собственник имущества, либо любая другая специализированная организация, подготавливающая и проводящая торги, либо конкурсы. То есть торги и конкурсы вообще это разные немножко вещи, но вы должны понимать, что на сайте торги.гоф.ру вы можете встретить как администрацию Томского района, так и ООО, частное лицо плюс, да, то есть какие-то такие моменты. Поэтому будьте к этому готовы. То есть организатор торгов может быть как частным лицом, так и государственным лицом. Здесь я вам показывать заходить не буду. Следующий термин, который мы с вами разберем, это извещение. Что такое извещение? Это индивидуальный номер каждого лота. Нам это будет необходимо при составлении заявок и при составлении агентских договоров. То есть давайте зайдем в абсолютно любой лот, который нас заинтересует. Ждем, пока откроется. И вот здесь у нас открылся лот. Что мы здесь видим, да, то есть вот первая строчка. Извещение, вот номер и лот такой-то. Это нам поможет при составлении заявок, при составлении каких-либо договоров. И, например, когда мы будем отправлять задатки, иногда мы пишем номер извещения и номер лота. То есть извещение, лот. Это индивидуальный номер каждого объекта, каждого лота. То есть что такое лот? Что лот это объект, я так думаю, что объяснять это не нужно. Поэтому к этому готовьтесь. Дальше. ЭТП. ЭТП это электронно-торговая площадка. То есть мы с вами будем работать как минимум с 8 федеральными площадками. А всего их действительно 8. Они утверждены у нас правительством Российской Федерации. 8 федеральных площадок. Это огромный плюс, что если раньше у нас торги проводились абсолютно на всех площадках, там были непонятные условия по участию, то здесь максимально все логически, логично и понятно. То есть ЭТП, это сокращенно ЭТП, это электронно-торговая площадка. Это там, где проводятся торги. То есть если на сайте торги.gov.ru у нас только публикуется информация о проводимых торгах, только информация, то на ЭТП будут публиковаться торги. То есть на электронно-торговую площадку вы зайдете с электронно-цифрабой подписью, и там будете участвовать в онлайн-торгах. Всего у нас 8 федеральных площадок. И давайте я вам, наверное, их покажу, где они у нас расположены, где их можно посмотреть, хотя мы их будем разбирать. Переходите на сайт торги.gov.ru, спускаетесь вниз, и вот наши 8 площадок, с которыми мы будем работать. Теперь следующее. Добросовестный приобретатель. Давайте сразу разбирать, что это такое добросовестный приобретатель. Добросовестный приобретатель – это человек, да, то есть, ну, понятно, что это человек, то есть, это приобретатель какого-либо имущества, который не уклонился от подписания договора купли-продажи, да, то есть, либо приобретения имущественного права. Что это значит и для чего нам это нужно знать? Ну, если мы говорим про секцию, например, приватизации, да, то есть, продажу государственного и муниципального имущества, то есть, нам здесь никаких, скажем так, на нас санкций не вводят, да, то есть, у нас здесь нет никаких обременений и ограничений. Но, если мы говорим про аренду, просто про аренду, да, безвозмездное пользование, то в этом случае с вами, как с недобросовестными приобретателями, с вас могут взыскать дополнительную компенсацию в судебном порядке. И это практически всегда прописано в договоре и в законодательстве. Мы это будем более подробно разбирать. И также в земельных участках, то есть, если вы являетесь недобросовестным приобретателем, если вы уклоняетесь от заключения договора купли-продажи или договора аренды, вы автоматически на два года попадаете в так называемый черный список. Я думаю, что это понятно. Теперь у нас есть реестр недобросовестных участников аукциона. То есть, туда вносятся все сведения, кто уклонялся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка. То есть, сейчас это все будет публиковаться на сайте торги GoFru, да, то есть, в новой версии. Далее. Такое слово нам будет, да, то есть, всегда нужно, как карточка лота. Карточка лота, что это такое? То есть, когда мы заходим на сайт торги GoFru, вот мы просто зашли на сайт торги GoFru. Заходим на сайт и нажимаем торги и выбираем, ну, пускай будет там здание. Мы выбрали здание. Ну, пускай будет не состоялся, но тем не менее, да, то есть, нам нужно узнать более подробную информацию. То есть, все, мы кликаем по синему название и нас перебрасывают в так называемую карточку лота. Карточка лота – это более подробная информация о наших проводимых с вами торгах. То есть, вот здесь мы уже более видим адрес. И если мы зайдем в документы и сведения, здесь мы дополнительно сможем скачать, да, то есть, какую-либо документацию и первично ознакомиться с документами, которые нам необходимы для принятия решения. Хотим мы работать с имуществом или не хотим. Следующее, что нам будет нужно, это ФАС. Это Федеральная антимонопольная служба. Федеральная антимонопольная служба, она у нас работает со всеми нарушениями о проводимых торгах. То есть, это значит, что если вы, к примеру, увидели ошибку в торгах, да, то есть, ошибку во времени, либо подали заявку, ее, ну, несанкционированно отклонили, то в этом случае вы пишете жалобу Федеральную антимонопольную службу. В новой версии сайта она работает максимально быстро. Все жалобы, все публикуются сразу на сайте торги.gov.ru. То есть, поступила жалоба Федеральная антимонопольную службу. Организатор торгов обязан, ключевое слово, обязан ее рассмотреть, дать ответ. Причем, делают они это дистанционно, работают быстро, ответы дают быстро, и это очень круто. В целом, что касается по основным понятиям, пока это все, о чем хотела я с вами переговорить. Теперь, то есть, вы уже успели ознакомиться с сайтом торги.gov.ru. Вы должны были его дома, да, то есть, посмотреть вас, на это были целые сутки. Теперь мне бы хотелось более подробно разобрать сайт торги.gov.ru. То есть, что, где, как и для чего. То есть, если я вчера показывала это быстро и вкратце, да, то сегодня более подробно хочу все это разобрать. И вам так будет даже удобнее посмотреть, потому что вы всегда сможете остановить, вернуться. И у вас будет не так размыто видео, как если бы я делала это при трансляции. Итак, переходим на сайт торги.gov.ru, да, то есть, вот торги. Возвращаемся на нашу главную страницу ГИС торги. У нас здесь есть реестр договоров, законодательство и о системе. Что нас интересует? Ну, во-первых, давайте зайдем в реестр договоров. Все, мы туда кликнули и нас перекинуло на новый интерфейс. Что мы здесь видим? Мы видим субъект Российской Федерации. То есть, в данном случае мы можем выбрать регион, в котором мы находимся, и посмотреть, как же у нас там проходят торги, с какими же суммами у нас это все заключается. Да, то есть, здесь есть сведения о договоре. И вот в Томской области я смотрю, что у нас здесь есть. Вот я вижу заключен, исполнен, 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 заключен, да, то есть. И я могу найти эти торги, я могу найти все это имущество и посмотреть, кто, когда, в какой срок. Ну, вот, пускай будет. Ну, вот, давайте перейдем. Автобус спас. Я вижу, что договор купли-продажи заключен. Давайте туда перейдем и посмотрим. То есть, что нам здесь важно увидеть? Есть ли жалобы? Есть ли то, что нас, например, заинтересуют, да, то есть какие-то нарушения? То есть, что мы видим? Что это был электронный вид торгов. Это приватизация, это 178-й федеральный закон. Это был электронный аукцион. Мы здесь видим номер развещения, дата результата определения торгов. То есть, видим, видим. Видим, кто является организатором торгов. Видим предмет и цену. Обратите внимание. 81 250 и написано в том числе НДС. С НДС мы будем более подробно разбираться. Дальше. Стороны договора мы видим. Размер задатка. Мы видим, когда была внесена оплата, да, то есть, что срок исполнения, что оплата была внесена, но здесь не написали дату. Да, то есть, но необходимая информация, она здесь есть. Раньше такого не было. То есть, видим, что подписана электронная цифровая подпись. То есть, здесь, ну, лишнего ничего не напишут. Теперь. Вкладка торги. Если мы по ней кликнем, у нас покажется вот такой вот интерфейс. И первое, что нам показывают, это категория имущества. То есть, мы можем выбрать, что нам необходимо. К примеру, мы хотим работать только с легковыми автомобилями или только с земельными участками. Да, то есть, к примеру, с землями населенных пунктов. Мы кликаем, и нас перебрасывает на новый интерфейс. Слева у нас есть реестр лотов. Если вы вот здесь в реестре лотов, в реестре лотов забьете, например, какую-либо фразу. Давайте перезагрузку сделаем. Если вы вот здесь, поиск по реестру, забьете какую-либо фразу, у вас покажет все то, что будет связано с этой фразой. Раньше такого функционала не было доступно, и я считаю, что это большой плюс, что мы можем выбрать, с чем мы будем вообще работать. Итак, у нас есть поиск по реестру. Давайте перейдем на новую. Новая версия. Выбираем торги, и, к примеру, то, с чем мы будем работать, то есть категория имущества. Категория имущества. Дальше смотрите, поиск по реестру. Если мы здесь забьем какое-либо слово, к примеру, Томск, то нам покажется все, что связано с этим объектом. То есть все, что связано с этим лотом, но почему-то сейчас он подвисает. Дальше. У нас есть субъект местонахождения имущества. Субъект местонахождения имущества, то есть это там, где расположены, либо там, где мы будем работать, либо там, где нам необходимо. Дальше. У нас есть такое слово, как вид торгов. Вид торгов. Почему-то оно не переходит. Давайте просто спустимся немножко вниз и выберем все категории. Или просто категории. Пускай будет транспорт. Сайт торгов почему-то стал подвисать. Итак. Видимо, в земельных участках идет что-то. То есть если мы здесь в реестр, к примеру, наберем слово Томск, то нам покажут все то, что будет в городе Томске. И мы все это будем мониторить, все это будем смотреть. Можем выбрать сразу субъект местонахождения имущества. Нам также покажут все то, что находится в городе Томске. Дальше. Вид торгов. Если мы кликнем по виду торгов, то у нас покажется. То есть вид торгов это то, на основании какого закона реализуется имущество. То есть здесь у нас есть реализация обращенного имущества. Мы работаем с ним. Дальше. Продажа, приватизация государственного имущества. Аренда и продажа земельных участков. Аренда. Безвозмездное пользование. То есть мы работаем вот с этими четырьмя категориями. То есть это то, где наиболее больше идет спрос. То есть выбираем четыре значения и дальше нам здесь будет показываться, да. То есть что вообще нам могут здесь предлагать. Дальше. Форма проведения торгов. Форму проведения торгов я вам не советую выбирать никогда. Почему? Потому что, ну, очень много пока еще ошибок именно в публикации, именно в способах. Вот в этих. Поэтому мы их с вами не трогаем. Дальше. Есть организатор торгов. Организатор торгов мы тоже не трогаем, потому что нам, в принципе, это без разницы. Дальше у нас есть параметры лота. Параметры лота мы всегда выбираем. Опубликован. И прием заявок. Это то, с чем мы начинаем работать. Дальше. Категорию мы можем выбрать. И все. Извещение, жалобы нас здесь не интересуют. У нас все автоматически меняется. То, на что нам интересно. Дальше. Мы у нас есть сортировка. Обратите внимание. Есть по начальной цене, по дате публикации, по дате обновления, по дате окончания приема заявок. То есть, к примеру, мы хотим выбрать по начальной цене. Сейчас у нас, видите, ступенька, да, то есть треугольник перевернутый. У нас самая высокая цена получается в городе Москве на здании. Мы можем кликнуть по ней и будет показываться самая маленькая. Там, где нет цены, это торги без объявления цены. Мы все это будем с вами проходить. То есть, первично, что мы с вами можем увидеть. Во-первых, что идет этап приема заявок. Дальше. Мы видим способ реализации. Способ реализации, да, либо по-другому форму проведения торгов, да, то есть это торги без объявления цены. Дальше мы видим название частично. Видим вид торгов, да, то есть на основании какого закона реализуется. И здесь видим какую-либо информацию, да, то есть это то, что нам необходимо первично. Дальше, справа мы с вами видим дату и время окончания приема заявок. В общем, обратите внимание, время московское. И электронно-торговая площадка, на которой реализуется. Если мы по ней кликнем, то нас автоматически перебросит на эту электронно-торговую площадку. И мы здесь вот так можем наводить мышкой и просмотреть какие-либо фотографии. Если нам информации недостаточно, то мы кликаем по синему названию и переходим в карточку лота. То есть помните, такую фразу мы с вами проходили. Переходим в карточку лота. Что мы здесь видим? То есть мы с вами видим здесь категорию, в которой реализуется. Видим абсолютно полное название, которое указал организатор торгов. Видим, что идет прием заявок. Далее. Видим способ реализации. Видим индивидуальный номер, то есть это извещение. Видим вид торгов, на какой площадке реализуется. Видим место нахождения имущества. Дата и время начала и окончание приема заявок. Если мы спустимся немножечко вниз, у нас здесь будут еще дополнительные сведения о лоте, которые нам необходимы. И здесь мы также увидим размер задатка. Реквизиты счета для перечисления задатка. Раньше это была целая проблема при работе. Сейчас это все проще. Видим кадастровый номер и общую площадь. Если нам мало этой информации, мы переходим в документы и сведения. И можем здесь скачать дополнительно, ну ключевое слово именно скачать, какую-либо дополнительную информацию. Коллеги, это все, что я вам хотела рассказать и показать. И чтобы ваши головы, именно светлые головы абсолютно, которые еще не работали с торгами, чтобы вас не перегрузить, я разделила урок на две части. Вчера мы прошли какой-то маленький-маленький фундамент, маленькую базу. Сегодня я для вас подготовила информацию, прям такой более обширный, более простой. И сейчас, да, то есть вы, конечно же, сможете дополнительно зайти и все это пересмотреть, перечитать. И в этом задании у вас будет тест. Приятного просмотра. До встречи на следующем уроке. До встречи на следующем уроке.